Иван Барановский переехал в Липецкую область в середине 50-х. На его долю выпало поднимать сельское хозяйство. В ту пору урожаи надои были низкими, а хорошие техники могли только мечтать. А то, что было, ценили на вес золота. В 61-м Ивана Адамовича назначили управляющим областного объединения сельхозтехника. Спустя пару лет липецкие промышленники уже били первые рекорды. Липчане наравне со всей страной начинают борьбу за большой урожай. В 73-м собрали почти миллион тонн зерна. Такой рекорд по тем временам состоялся во многом благодаря технике. Ее ремонт на совести областного объединения Барановского. В коллективе его уважали не только как руководителя, но и как мудрого человека с большим опытом. Простой, иногда жесткий, когда надо, не злопамятный. Имел терпение выслушать свою точку зрения. То есть доказать что-то такое вот новое, это было не так легко, но и не так просто. Надо как-то обосновывать. За 20 с лишним лет своя сельхозтехника появилась в каждом районе. Некоторые мастерские выросли до уровня заводов. Тогда у талантливого руководителя появилась идея создать информационно-вычислительный центр, через который бы проходило все от запчастей до комбайнов. Это позволило скоординировать работу и ускорить устранение неполадок. В реальном времени надо было все знать. То есть сегодня поступила эта деталь из сотни тысяч, а их 35 вагонов в день. Ее надо было внести в компьютер. Иван Барановский был членом обкома и депутатом облсовета, кавалером орденов Красной Звезды Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и Знака Почета, заслуженным механизатором сельского хозяйства РСФСР. Лепчанам он навсегда запомнится руководителем сельхозтехники. Той самой, что всегда была техническим сердцем села. База, которая помогла промышленному региону стать еще и аграрным. Юлия Чулария, Ольга Звягина, Максим Лесников, Липецкое время.